Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами изучение книги-притчей Сламона на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами читаем 16 главу с 1 стиха. Человеку принадлежат предложения сердца. Но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает душу. Придай Господу дела твои, и предприятия твои завершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Видим, что премудрый Сламон здесь говорит о том, что человеку с 1 стиха принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Опять то, что есть в русской пословице. Человек предполагает, а Бог располагает. То есть, человеку принадлежит предложение сердца, но от Господа ответ языка. Человек может сдерживать себя, может не сдерживать. Почему сказано «от Господа»? Потому что сам по себе человек иногда не может сдержать то, что у него на сердце. И это известно нам по вспыльчивости, по гневливости. Все пути человека, продолжает Соломон, чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Удивительно. Естественно, что каждый человек думает о себе, что вот то, что он делает, несомненно, он прав. Так и говорит премудрый Соломон. «Все пути человека чисты в его глазах». Конечно, каждый из нас праведен в своих глазах. Но, предупреждает премудрый Соломон, Бог взвешивает души. Что значит взвешивает души? Душа имеет какой-то вес. Взвешивает означает испытывает. Бог знает внутренность человека. Что значит души? Душа человека трехсоставна. Ум, чувство и воля. Бог смотрит. Какие мысли человек пресекает, каким он дает волю. Бог видит. Какие чувства человек возгревает, страстные или еще какие, любо-страстные, желания власти и прочие вещи. Или, когда возникают у него зависти или гневливость, человек пресекает Иисусовой молитвой. Чтением Священного Писания. Бог взвешивает души человека. Человек, конечно, думает, что он праведен. Но у Бога все не так. Бог взирает, снова и снова повторю, на то, в чем наставляет нас и премудрый Соломон, на сердце человека. И дальше он предлагает премудрый Соломон человеку, как исправить кривизны пути своего сердца и внутреннего состояния своей души. Так и говорит в третьем стихе. Придай Господу дела твои. Все отдай в руки Божьи. Что это значит, все отдать в руки Божьи? Нам понятно, там, что-то взять, например, книгу там и кому-то отдать. А что значит предать себя в руки Божьи? Это то, о чем говорится в молитве в оптинских старцах. Господи, дай мне принять все, что бы со мной не происходило в этот день, как от Тебя. Дай мне, Господи, предать все, что не происходит со мной, все события, все помышления, воспринять их так, как от Тебя. Всю душу свою положить на алтарь Твоей истины. Что это означает? Это означает, что всячески следить за внутренним движением своей души. Если она не соответствует заповеди Божьей, стараться теми средствами, которые есть, пост, молитва, пресекать эти поползновения. Так и пишет. Придай Господу дела твои, и предприятия твои совершаться, то есть все намерения тогда твои будут совершены. Это по молитве Отче наш. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия. Вот это очень интересные слова. Что значит сделал Господь все ради себя, это понятно. что все от Бога, он единственный собственник во вселенной. Но совершенная любовь не может заниматься самолюбованием, поэтому Бог творит этот мир и человека. Это причина сотворения, потому что Бог есть любовь. Но здесь сказано, что он блюдет нечестивого на день суда. Что Бог определяет какого-то нечестивого на день суда. Нет, мы знаем слова, что никому не хочет погибнуть Бог, но чтобы все пришли к покаянию. Апостол Петр в своем послании так и пишет, что не медлит Господь в обетовании своем, то есть в пришествии, но долго терпит, дабы все пришли к покаянию. Бог желает спастись всем. Как же так сказано, что блюдет здесь, премудрые слова, он говорит, и даже нечестивого блюдет, то есть сберегает на день бедствия. Здесь скорее говорится о том нечестивом, который упорствует в своем нечестии, который не прибегает к покаянию. Бог воздействует своей призывающей благодатью абсолютно на каждого человека. Мы этого не знаем, мы этого не замечаем, потому что мы не вездесущие и не всемогущие, и не всезнающие, и не всеведущие. Бог каждому человеку, где бы он ни находился, в каком бы конце света он ни жил, на каждого человека воздействует своей призывающей благодатью к истине, к его церкви, и в этом сомневаться невозможно. Если мы в этом засомневаемся, то мы тогда засомневаемся в справедливости Божией. Мы скажем, что Бог кому-то не послал этой подзывающей благодати к покаянию, и поэтому этот человек придет на страшный суд, ничего на Христе не знал, и Бог его как-то так осудит. Какой тогда Бог будет? Несправедливый. Поэтому и сказано, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Не ко всему, снова повторю, надо прикладывать деревянный аршин ума своего. Человек, выражаясь словами русского философа Владимира Славьева, человек не знает, что за стеной там происходит, Бог знает все помышления. Поэтому Бог призывает нечестивого к покаянию. Помните, когда Иуда пришел в Гефсиманский сад, предавал Христа целованием, знаком любви, что Христос ему говорит? Друг говорит, зачем ты пришел? Почему так обращается к этому человеку? Какой же это друг? Это предатель. Может ли быть предателем друг? И друг предателем? Нет. Почему Христос обращается к нему с этими словами? Бог никому не хочет, чтобы погибнуть, но чтобы все пришли к покаянию. Это еще один шанс был дан Иуде, чтобы он раскаялся. Раскаялся и поверил во Христа. Поэтому так и сказано, что он бредет нечестивого, то есть человек, который Бог все делает для каждого человека, чтобы призвать его ко спасению. Но человек сам на себя возводит гнев Божий и бедствие в последний день суда. И далее мы читаем пятый стих. Мерзость перед Господом всякий, надменный сердцем. Мы уже говорили о надменности, и премудрый сломан снова обращается к этому. Можно поручиться, что он не останется безнаказанным. Действительно так. Надменного сердца наказывает Бог. Ну что значит наказание Божие? Снова и снова надо сказать, что наказание Божие — это не месть Бога по отношению к человеку. Наказание Божие, которое посылает Бог человеку, это всегда состоит лишь в том, чтобы исправить человека. Кого люблю, говорит Господь, того наказываю. Как и родитель. Если любит своего дитя, он его наказывает не ради того, чтобы причинить ему какую-либо зло или боль. Нет. Ради чего? Чтобы исправить путь его. Для чего? Для каких-то жизненных целей, которые родители видят, что вот так вот будет лучше для него и правильней, потому что у родителей есть опыт жизни. Бог знает, что лучше для человека. Поэтому, когда посылают какое-либо наказание, только лишь для исправления человека. Так и нечестивого Бог наказывает для того, чтобы он исправился. И далее мы читаем. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Милосердием и правдою очищается грех». Вот что по этому поводу пишет свидетель Киприан Карфагенский. «Милостенними и верою очищается грех», как это звучит в Септуагинте. Здесь цитата «Показывается и утверждается, как водою спасительного крещения погашается пламень гиенский, так и милостенью и делами правды потушается пламя грехов. И как в крещении один раз даруется отпущение грехов, так и всегдашнее непристающее благотворение, подобно крещению, снова возвращает нам милость Божия». Об этом и в Евангелии учил Господь, когда ученикам Его заметили в укоризну, что они ели не умывший рук. Он сказал в ответ, и здесь приводится Евангелие от Луки, 11 глава, 40-41 стих. «Не тот же ли кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню, из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». Конец цитаты. Так говорит Сидик Киприан Карфагенский словами Христа. «Как очищается человек то, о чем здесь говорит премудрый славон? Милостыню». Почему так? Разве можно как-то откупиться от Бога какими-то милостями? Нет. Это как раз неправильное понимание. Человек не откупается. Человек подражает Богу. Потому что сказано, что Он Бог милосердный. Так апостол Павел и пишет. «Подражайте мне, как я Христу». Для того, чтобы соединиться с тем, который милосерд, который любящий, необходимо самому в этой жизни, блаженно-милостивые, как сказано, «Ибо они помилованы будут». Необходимо самому приучить свой внутренний мир быть милосердным. Служить по силе, как здесь говорит и Христос, подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Никто не требует от человека сверх сил. Если нет, идет человек по хлопу, по кармалам, и у него ничего нет, а у него просят какую-то милостыню, воздохни об этом человеке, перекрестись, помолись. А можешь, дай посиле. И этим самым приучишь свою душу быть милостивым и будешь подражать Богу. А подобное познается подобным. И тогда Бог узнает такого человека в день суда. И мы читаем седьмой стих. «Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Видите, все зависит от правонослова Божьего. «Когда угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». Опять Господь отвращает от неправедного лихаимства и прочих вещей. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шестьем его». Снова и снова предупреждение от самонадеянности. Конечно, сердце человека обдумывает свой путь. Мы часто думаем, мы сделаем так и так, и так, и так, но Господь управляет шестьем его. Это даже тот человек, который старается всей своей жизнью размышлять, помышлять о Господе, старается служить Богу и ближнему, чтобы не думал, если что-то у него даже в этом пути служения человеку, Богу и человеку, сложилось не так, как он задумал. Вроде бы все боженамерения были благие, чтобы он понимал, что шествием всего его пути, всего благонамерения, все-таки управляет Бог. «В устах царя слово вдохновенное, уста же его не должны погрешать на суде». Здесь дается такое наставление правящим людям. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме». То есть, предупреждает Господь людей, которые осуждают или же творят неправду в суде, то есть, не осуждают, лучше сказать, а пересуживают. Чтобы они помнили о том, что все законы, по которым они судят праведный и неправедный вес, все это видит Бог. «Верные весы и весовые чаши от Господа, и от него все гири в суме». «Мерзость для царей дело беззаконное», то есть, предупреждает, что люди, наделенные властью, поставлены для того, чтобы сохранять справедливость. «Потому что правдой утверждается престол». Такие удивительные слова. «Приятный царю уста правдивый и говорящий истину он любит». Я здесь очень хорошо понимаю, что людям, властимущим, особенно высоко стоящим у руля государственной церковной власти, наверное, уже как-то видится, где есть лицемерие, где есть желание угодить, и где действительно человек говорит правду. И здесь предупреждает премудрый Соломон, что правда она в глазах царя намного выше. Но бывает так, что и за правду человек может быть изгнан, потому что разные бывают и правители, и цари, и мужи властные, но тем не менее, если за правду пострадает, то мы помним здесь слова на горной проповеди. «Блаженны и же будут возгнать за имя мое, за правду, таковых есть Царствие Божие». И мы читаем далее «Царский гнев «Вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его». Здесь он уже дает совет в резкости или не то чтобы подвигает, не может быть противоречия к лицемерию, но тем не менее говорит о мудрости, что надо вести себя мудро, понимая, с кем человек говорит, как он говорит. Поэтому крайности есть дело суть бесовская, как сказано отцов церкви. Вот 15 стих «В светлом взоре царя жизнь и благоволение его, как облако с познанием с поздним дождем». Да, как облако с поздним дождем. То есть здесь он уже дает совет власть имущим, что нельзя быть всегда достаточно строгими необходимо быть людьми и со светлым взором. О светлом взоре мы уже с вами говорили, то есть это состояние души человека, ибо око человеческое это есть зеркало души. И вот 16 стих «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». Хочется вспомнить, что премудрый Соломон просил у Господа, когда ему явился Господь и сказал «Проси у меня что хочешь». В Третьей книге царств об этом сказано, что Соломон ничего не попросил, ни золота, ни богатства, ни серебра, попросил только мудрости. И поэтому то, что о чем он здесь говорит, он знает, о чем он говорит. Так и пишет. «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». Потому что и богатство, мы видим, что человек и богатый, но если он нечестивый, то это приводит его к нечестию и к погибели. «Путь праведных уклонения от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой». «Лучше стремиться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». «С кем поведешься, того и наберешься». Известно. «Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен, блаженный, уповающий на тебя». Тоже понятно. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению мудрое сердцем». Сердце мудрое, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. И речь прибавит к учению. Здесь можно так предположить, что премудрый сломон говорит и о правильности человеческой речи, о правильности, если хотите, что ли, можно так сказать, и риторики. Особенно то, что касается проповеди Евангелия. Потому как сказано, кто дело Божие делает с небрежением, тому грех. Есть такой хороший совет, особенно для миссионеров и людям начинающих, начинающим проповедь. Есть очень такое искушение, когда человек думает, что «Ну, я сегодня проповедь скажу и так, в общем-то, не особо готовясь, тема-то известная». Или, например, эту лекцию я уже несколько раз прочитал, можно, в общем-то, там и не повторять, и не просматривать. Как только эта такая вот, ну, даже, я бы сказал, гадкая мысль появляется в голове у миссионера или проповедника, сразу надо остановиться и понять, что это первый провал к тому, что и проповедь, и лекция не состоится. Потому как сказано, кто дело Божие, не состоится так, как хотелось бы. Потому что сказано, кто дело Божие делает с небрежением, тому грех. Итак, разум для имеющий его источник жизни. А ученость глупых глупость удивительные слова. И снова вспоминается Гайрадот. Помните, как он пишал, как пишет этот удивительный Геленский, в общем-то, учитель. Он говорит, многознание не делает человека умнее. То есть, другими словами, можно перефразировать его слова в стиле притчи сломой и сказать, что многознание глупого умнее не сделает. Где же черпается мудрость в Божественном Откровении по Отцу в Церкви? Ибо Бог есть высшая премудрость. Тот, кто этой мудростью не обладает, навряд ли сможет скрыть свою глупость. Рано или поздно она как нарыв вырвется, и всем будет очевидно. Мы знаем из истории Церкви, из истории российского государства. Возьмите такие великих людей, в общем-то, Достоевского, Ломоносова, Пушкина, писателей, ученых, которые, если хотите, менталитет которых сформировался, в общем-то, под православным влиянием. Поэтому разум для имеющего источник жизни. А ученость глупых глупости. Потому что, как у Федора Михайловича Достоевского, есть такие удивительные слова, что человек умный, если полагаться только на знания, человек умный, он очень будет опасен. Умный имеется в виду имеющий очень много знаний, если он неверующий. Потому что он сотворит такую глупость, знающий и глупый, что умному это даже и на разум не придет такого сделать. Поэтому знающий и глупый человек опасный. Как для самого себя, потому что губит себя, так и для общества. В этом смысле знания имеются в виду разные знания в области разных наук. физики, химии, биологии оно не всегда бывает полезно для глупого человека. Такое оно творит. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Снова обращает внимание на внутреннее состояние человека, потому что из сердца исходят все помышления. И от избытка сердца говорят уста. Так и продолжает здесь 24 стихе и говорит «приятная речь сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Это утверждение того, с чего начинает премудрый Соломон. Мы с вами это прочитали. Человеку принадлежит сердца, но от Господа ответ языка его все пути человека чисты в глазах его. Есть пути, здесь он повторяет, кажется, человеку, который прямыми, но конец их путь к смерти. Действительно. Сколько сегодня людей, просто жалко этих людей, которые попадают под влияние разных эмиссаров, заезжих таких миссионеров. В основном это западные школы, наших там раскольничих раз-два-три по пальцам, но и то они не менее опасны. Есть пути, предупреждает премудрый сломон, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Поэтому как отличить лжепророка от пророка истинного? Господь Иисус Христос говорит, если не говорят, как это слово, нет в них истины. Но это слово нуждается еще и в правильном понимании. Здесь уже девятнадцатое правило Трульского собора говорит следующее. Нельзя истолковывать Священное Писание, кроме того, как его истолковывали учителя Церкви. Нельзя. Недопустимо. Даже там стоит вот это слово. Недопустимо. Это Пятый и Шестой Вселенский собор это утвердило. Поэтому всякий может сказать вот путь, вот правильное понимание и человек может это показаться ой, действительно, ведь из Священного Писания говорит человек, но надо напомнить такому человеку. Когда дьявол искушал Христа в пустыне, то он тоже цитировал 90-й псалом. Не преткнешься огами ногой твоей. Не всякий говорящий мне Господи Господи войдет в Царствие Божие. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Будем внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Ну, действительно. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Снова и снова утверждает эту мысль на устах его как бы огонь палящий, премудрый Соломон, потому как хочет сказать то, что известно нам уже, что дух творит себе форма. То есть то, что внутри человека, то у него на языке. Только мудрый человек может не высказать свою глупую мысль, которую дьявол все всеивается в него, и сдержать себя кротостью и смирением. Человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей. Кто такой наушник? Это сплетник. Прибежал к одному, а ты слыхал, как вот тот? О, а ты слыхал, как этот? Да, 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 да. Вот он и ходит, разрушает друзей. Поэтому, когда человек говорит что-нибудь о других людях, не надо слушать его с услаждением. Если он говорит что-то плохо о других, не думайте, что он хорошо скажет о вас другим. Поэтому таких людей нужно мудрому человеку держаться подальше, а если есть такая возможность, остановить и сказать подожди. Может быть, не совсем он такой плохой, как ты говоришь о нем. Опять же помнить премудрого Соломона, что кто обличит глупого, тот наживет врага, а кто мудрого, тот приобретет друга. Видите, сколько мудрости в этой книге. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый, то есть человек, у которого неблагие намерения, который не желает ближнему своему добра, он ведет на путь недобрый, прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывает себе губы, совершает злодейство, венец славы, седина, которая находится на пути правды. То есть здесь премудрый славон касается очень важного вопроса, вопроса старчества. Не всякий старец тот, кто старик. Это очевидная истина. Поэтому он здесь так и говорит, что венец славы седина, но, продолжает, которая находится на пути правды. Старец тот, кто учит, как Слово Божие, как отцы, а не тот, кто просто такой по наружности. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Видите, как очень легко побеждать что-то внешнее и как трудно бывает справиться с самим собой. Так и говорит, долготерпеливый лучше храброго. Терпением вашим спасайте души вашим в полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Так завершает 33 стихом. Говорит, жребий бросается человеками, но все, чтобы люди не задумали, Господь управляет тем не менее всем на земле. Вот долготерпеливый лучше храброго и владеющего собой, завоевателя города. Амросим Диоланский пишет по этому поводу следующее. Цитата. Если гневаетесь, если гневаетесь, то гневайтесь на себя за то, что вы допустили себя раздражиться, и тогда вы не согрешите. Ибо тот, кто гневается на себя за то, что легко раздражается, не станет гневаться на другого. А кто пытается доказать справедливость своего гнева, тот воспламеняется еще больше и быстро впадает в грех, как это нам знакомо. Мы стараемся, если что-нибудь прогневались, и тут в гневе человеку выпали несколько слов, потом понимаем, что мы сказали что-то не то, начинаем себя оправдывать, да я так разгневался, потому что ты же мне вот это сказал, поэтому я вот так и сказал, опять себя оправдывая, оправдываем свой гнев. Согрешаем дважды. Так предупреждает Амбросий Миланский и говорит, ибо тот, кто гневается на себя за то, что легко раздражается, не станет гневаться на другого, а кто пытается доказать справедливость своего гнева, тот воспламеняется еще больше и быстро впадает в грех. И продолжает, и по словам Соломона, владеющий собой лучше завоевателя города, потому что гнев уловляет даже храбрых. Конец стат. Какое удивительное наставление Амбросий Медиаландского. Так и говорит, если гневаетесь, то гневаетесь на себя за то, что вы допустили себя раздражиться, и тогда вы не согрешите. Спасибо за субтитры.